ПЕСНЯ Бой в лесу, в кустах, в болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь. Этот бой в болоте диком на втором году войны не за город шел великий, что один у всей страны, не за гордую твердыню, что у матушки реки, а за некий, скажем, ныне населенный пункт Барки. Он стоял за тем болотом у конца лесной тропы, в нем осталось ровным счетом обгорелых три трубы. Там в щебенку каждый камень, в щепке каждое бревно. Называлось там Барками место черное одно. Как в бою удачи мало и дела нехороши, виноватого бывало там, попробуй поищи. Артиллерия толкова, говорит, она права. Вся беда, что танки снова в лес свернули по дрова. А еще сложнее счет и чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота, залегла, пропал, запал. А пехота нехвастлива, без отрыва от земли, лишь махнет рукой лениво, точно. Танки подвели. Так идет оно по кругу и ругают все друг друга. Лишь в согласии все подряд авиацию бронят. Все хорошие ребята, как посмотришь, красота. И ничуть не виноваты, и деревня не взята. И противник по болоту, по траншейкам торфяным, садит вновь из миноветов. Что ты хочешь, делай с ним. Адреса разведал точно, шлет посылки спешной почтой. И лежишь ты, адресат, изнывая, ждешь за кочкой. Скоро льмина влепит взад. Перемокшая пехота в полный смак клянет болото. Не мечтает о другом, хоть бы смерть, да на сухом. И ни спичек, ни махорки. Все раскисло от воды. Согласись, Василий Теркин, хуже нет уже беды. Тот лежит у края лужи, ухмыльнулся. Нет, друзья, в оста раз бывает хуже, это точно знаю я. Где уж хуже? А, не спорьте. Кто не хочет, тот не верь. Я сказал бы, на курорте мы находимся теперь. И глядит шутник веселый на людей со стороны. Губы то ли от черники, то ли от холода черны. Говорит, в своем болоте ты находишься сейчас. Ты в цепи, во взводе, в роте ты имеешь связь и часть. Ты в строю прошу усвоить. А, быть может, год назад ты бы здесь изведал воин, то, что наш изведал брат. Ноги б с горя не носили. Где свои, где чьи края? Где тот фронт? И где Россия, по какой рубеж своя? И однажды ночью поздно от деревни в стороне укрывался б ты в колхозной, например, сенной копне. Слушай лучше, я серьезно рассуждаю о войне. Вот лежишь ты в той бесхозной, в поле брошенной копне. Немец где? До ближней хаты полверсты ни дать не взять. И приходят два солдата в поле сено навязать. Из копнушки вяжут сено, той, где ты нашел приют. Уминают под колено и поют. И что ж поют? Хлопцы, верьте мне, не верьте. Только врать не стал бы я. А поют худые черти, сам слыхал. Москва моя! Тут состроил Теркин рожу и привстал держась за пение. И запел весьма похоже, как бы немец мог запеть. До того тянул он криво. И смотрел при этом он так чванливо, так тоскливо, так чудно печенки вон. Ах ты, Теркин, ну и мало. И в кого ты удался? Только мать, наверное, знала. Я от тетки родился. Теркин, теткин, елки-палки, сыпь еще на зло врагу. Не могу. Таланта жалко. До бомбежки берегу. Получай тогда на выбор, что имею про запас. И на том тебе спасибо. На здоровье. В добрый час. Заключить теперь нельзя ли, что, мол, горе не беда, что ребята встали, взяли деревушку без труда, что с удачей постоянный Теркин подвиг совершил, русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил. Нет, товарищ. Скажем прямо, был он долг до тоски. Летний бой за этот самый населенный пункт Барки. Речь идет о том болоте, где война стелила путь, где вода была пехоте по колено, грязь по грудь, где в трясине, в ржавой каше, безответно, в счет, не в счет, шли и ползли, лежали наши днем и ночью напролет, где подарком из подарков как труды невелики. Ни Ростов был им, ни Харьков, населенный пункт Барки. И в глуши, в бою безвестном, в сосняке, в кустах сырых, смертью праведной и честной пали многие из них. Пусть тот бой не упомянут в списке славы золотой, день придет, еще повстанут люди в памяти живой. И Россия, мать родная, почесть всем отдаст сполна, бой иной, пора иная, жизнь одна и смерть одна.